Библейский портал экзегет.ру представляет Так горячо автор повествует о тех царях, про которых он может сказать что-то хорошее. О плохих царях в книгах царств там полно. Он лишь слегка упоминает. Вот царя Хав там северного царства, он нехороший. Ну, его упомянули, рассказали о том, как они с Асафатом ходили на войну, ну, в общем, только это. Итак, Асафат сражался с Рамотом Галаадским вместе с Ахавом на одной стороне, потом он вернулся и получил упрек отправиться его и стал заниматься устройством своего царства. Ну, вот, не всегда можно жить в мире. Потом пошли на Асафат и войну им овитяне и амманитяне с минуинитянами, окрестные народы. И Асафату объявили, несметное полчища идет против себя из-за моря, из-за Идома, из-за моря, то есть из-за мертвого моря. Идома — это нынешняя часть Ордании. Оно уже в Хасацион-Тамаре, то есть в Энгеде. Это израильская территория, уже на западном берегу Мертвого моря. Испугавшись, Асафат решил попросить Господа и объявить по всей Иудее пост. То есть такая действенная форма всенародной молитвы. Иудеи собрались, чтобы просить Господа о помощи. Из всех городов иудейских пришли люди, чтобы попросить Господа. И Асафат встал пред жителями Иудеи Иерусалима, собравшимися в храме Господа, пред новым двором. Новый двор, очевидно, некая пристройка добавленная. И сказал, и вот очень важно, что он молится в присутствии всех своих сограждан, даже не назову их подданными, да. Господи Божий отцов наших, Ты, Бог на небесах, Ты владычествуешь над народами, над царствами всех народов. В Твоей руке силы и мощь, никому против Тебя не устоять. Исповедание веры, вот такая образцовая молитва в минуту беды, да. Прежде всего, к кому обращается он? К Богу, который кто и что. Вот Ты царствуешь над всеми, в Твоих руках мощь. Божий наш, Ты изгнал жителей этой земли, отдав ее во владение Твоему народу Израилю, навеки даровал ее потомкам возлюбленного Твоего Авраама. Второе. А что Ты значишь для нас? Прежде всего, по истории наших правоцев мы понимаем, что Ты делаешь для людей, для нашего народа. Поселившись там, они построили святилище для имени Твоего. Они говорили, если придут к нам беды, наказание войной, мор или голод, мы встанем пред этим храмом, пред тобой, ведь в этом храме пребывает имя Твое, и воззовем о нашей беде. А Ты тогда выслушай нас и спаси. Да, это краткий пересказ молитвы Соломона при освящении храма. То есть храм — это место для того, чтобы прибегать к Богу. И вот теперь аммонитяне, мавитяне, люди сиирских городов, в земли которых Ты не дал войти израильтянам на их пути из Египта, израильтяне прошли страну и не стали их уничтожать. То есть у нас с ними нет вражды, они, в общем-то, не должны на нас за что-то обижаться. Эти люди отплатили нам тем, что явились сюда изгнать из владений, которые Ты дал нам в удел. Боже наш, воздаем должное. Мы не столь сильны, чтобы противостоять такому великому нашествию. И мы не знаем, что делать. К Тебе обращены наши взоры. Ну и, собственно, содержание просьбы. Мы не можем справиться. Помоги нам, пожалуйста. Все иудеи предстали пред Господом. С ними были их жены и дети. И прямо посреди собрания дух Господня охватил Левита Захарию, сына Бенаи, сына Иеела, сыном Оттани из потомков Асафы. И тот стал говорить. «Внимайте все иудеи, все жители Иерусалима, царь Иосафат. Так говорит вам Господь. Не бойтесь и не страшитесь этих полчищ, ведь они сражаются не с вами, а с Богом. Завтра выступайте против них в поход». То есть, опять-таки, одна из основных тем, что бывают сражения между людьми, а бывают сражения людей с Богом, хотя, конечно, они сражаются не физически с Богом, а с другими людьми, но с теми, кто действует по воле Божьей, тем самым и являет собой Бога на земле. «Завтра выступайте против них в поход. Они сейчас двигаются по подъему Циц». Смешное название, да. «Но вы встретите их в конце долины пред Ируэлской пустыней. Но сражаться вам не придется. Стоите и смотрите, как спасет вас Господь. Иуда и Иерусалим, не бойтесь, не страшитесь. Выходите завтра против них, с вами Господь». То есть, даже и воевать не придется. Это какая-то такая прямо уже совсем яркая форма явления помощи Бога своим людям. Иосафат пал ниц. Вместе с ним поклонились Господу все иудеи, жители Иерусалима. А левиты из родов Кахатитов и Куреитов поднялись с колена и стали громко возносить хвалу Господу, Богу Израиля. Но для левитов это как раз основное занятие. Ранним утром они отправились к пустыне Текоа. Когда они выступили, Иосафат встал и сказал, «Слушайте меня, жители Иудеи Иерусалима. Верьте Господу вашему Богу и будете под верной защите Его. Верьте Его пророкам, и удача будет с вами». То есть мало получить пророчество, нужно еще и поверить. Посоветовавшись с народом, Иосафат назначил певцов, чтобы они, двигаясь впереди войска, славили Господа и святое Его величие. Благодарите Господа на веки милость Его. И даже вот какая-то форма богослужения своя особенная. Царь расставляет, левиты поют. Народ молится. Не просто один раз помолились, а молитву до того момента, пока они не поймут, что все состоялось. Когда они начали свое радостное хвалебное пение, Господь послал воителей устроить засады против аммонитян, маовитян и людей сирских гор, которые пошли на Иудеи, и враги были разбиты. Кого он послал? Местных жителей, ангелов? Непонятно. Но в любом случае войску не дошло. Наверное, все-таки скорее местных жителей, чем ангелов. Аммонитяне и маовитяне напали на людей сирских гор, полностью их уничтожили, а как только покончили с ними, сами же перебили друг друга. А это вообще какая-то удивительная ситуация. Впрочем, чего удивительного? Идет коалиция из трех народов. У них между собой счеты не меньше, чем с иудеями. И вот по дороге они стали выяснять, наверное, кто получит главную добычу, у кого там, какие претензии к кому. И не успев дойти, перебили друг друга. То есть, смотрите, воителями оказались сами эти люди, хотя, наверное, там были какие-то засады, а может быть, засады спровоцировали это. Вот нервозная такая обстановка, идет войско. Один отряд напали, а два других ему не помогли. И этот отряд на них очень обиделся. И решил, что это нарочно они так подстроили или специально их бросили от них. И вот коалиция развалилась, более того, перебила сама себя. Когда иудеи добрались до места, с которого можно было увидеть пустыню, то стали глядеть, где же войско, а увидели только мертвые тела на земле, никто не спасся. И Асофат со своим народом стал собирать военную добычу. Они набрали множество скота, имущества, одежды и прочего добра. Они набрали столько, что не могли все унести. Так велика была добыча, что собирали ее три дня. А на четвертый день они собрались в долине благословения и благословили там Господа. Потому это место и называется так даны, долина благословения. Ну вот, наверное, нет такого второго примера. Ну и разве что осада города, Иерусалима, там была история или там, допустим, книга иудеев. Но это все-таки ситуация осады. А так, чтобы прямо вот в походе войско противника исчезло, самоистребилось, пожалуй, это уникальный пример. Всежитие иудеи Иерусалима во главе с Асофатом вернулись с великим ликованием в Иерусалим. Ведь Господь так их обрадовал, избавив от врагов. Войдя в Иерусалим под звуки лир, арф и труп, они направились к храму Господа. Цари окрестных земель стали бояться Бога, услышав, как Господь сражался с врагами Израиля. Покойно стал царство Иосафата, его Бог даровал ему мирную жизнь повсюду. Ну и, соответственно, вывод, да, что молитва самое сильное оружие. Иосафат царствовал в Иудее. 35 лет от рода он стал царем, и 25 лет царствовал в Иерусалиме. Его мать Азова, дочь Шелхи, он во всем, никуда не отступая, следовал за своим отцом Асой, и дела его были угодны Господу. Вот только местные святилища оставались, и народ не обратился еще полностью к Богу их отцов. Вот такой тоже постоянный мотив, тот же самый Аса пытался их истребить, но вот остается, остается, остается. Такая сила инерции, такие вот деревенские упрямцы там живут, поклоняясь Ваалам, и Аширам или Астартам, да, не хотят никак от этого избавляться, и, в общем, справиться с ними этой слабой, довольно государственной власти трудно. А прочие об Иосафате от начала до конца описаны в деяниях и эгу сына Ханани, которые были внесены в книгу царя Израиля. Возможно, это какой-то вот первоначальный текст, книги царств, но явно не в том виде, в котором она дошла до нас. Потом Иосафат, царь Иудей, заключил царю с Сахазией, царем Израиля, который творил нечестие. Еще один царь Израиля после Ахавы, который нечестив. Они договорились построить корабли, чтобы отправить их в Таршиш. Таршиш — это некая западная заморская территория, где-то через Средиземное море надо ее искать. Корабли были построены в Ицион-Гевере, когда Элиезер, сын Дудавы из Мореши, и стал пророчествовать об Иосафате. За то, что ты заключил союз с Сахазией, Господь разрушит творение твоих рук. Корабли потерпели крушение и не смогли добраться до Таршиш. В общем, ничего такого прям страшного. Да, вот Иосафат получает прямо чудесную божественную помощь, когда он обращается к Богу. Ну, а иногда действует на свой страх и риск в союзе с Северным Нечествием Царством, и тогда его ждет не успех, но не крах всего государства. Тоже довольно милостивы к южным иудейским царям эти повествования. Они, конечно, продолжатся дальше. Продолжение следует...